Друзья, всем привет! Привет всем! Ребята, посмотрите, какая шикарная погода! У нас только что закончился дождь, поэтому для нас любая погода сейчас шикарная. А если учесть, что сейчас уже середина ноября, а на улице плюс, это вообще самый главный плюс. Почему стоит ехать на дачу? Мы приехали сегодня на дачу, чтобы просто отдохнуть. Вечером у нас обалденный шашлык, днем у нас потрясающе вкусная настойка. А сейчас, чтобы не замерзнуть, давайте что-нибудь сделаем своими руками. А самое главное, это прекрасное позитивное настроение и это обалденная дачная атмосфера. Блин, достала эта гребанная дача. Сыро, грязно, мокро, холодно. Воды горячей нету. Про ободок унитазы я вообще молчу. Сыро, грязно, мокро, холодно. Сыро, грязно, мокро, холодно. Сыро, грязно, мокро, холодно. Но все же прекрасно знают, что чеснок нужно сажать по морозу. Именно так мы и сделали месяц назад, когда была отрицательная температура. Но в этом году ноябрь какой-то просто аномально теплый попался, и у нас, естественно, на чеснок вырос. И если мы сейчас его оставим в таком состоянии до зимы, он, конечно же, весь померзнет, и в следующем году у нас не будет урожая. И, конечно, в таком проросшем состоянии мы наш чеснок на зиму оставить никак не можем, иначе у нас следующей весной просто не будет урожая. Мы знаем единственный способ его утеплить, и он варварский. Субтитры подогнал «Симон»! Сегодня вечером на ужин у нас самый вкусный советский шашлык с уксусом, луком и хорошим настроением, и лимончик еще добавим. Поэтому чем раньше мы его замаринуем, тем вкуснее он будет к ужину. Поэтому начнем с него. Самый главный секрет этого вкусного шашлыка – то, что уксус мы будем добавлять не в мясо, а в лук. Друзья, в этом году Юлька вообще красавчик. Юлька прониклась садом и огородом, и самое главное, у нее это очень хорошо получается. Наша веранда буквально расцвела от ее хобби. Единственный минус – то, что пластиковые стакашки, в которых вот эта красота у нас хранится, не очень симпатично смотрятся. Давайте попробуем исправить эту несправедливость. Если получится, конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну, собственно, друзья, получается у нас вот такая вот красотинушка. И все бы хорошо, но вот эти вот металлические блестюшки, они вообще как бы не очень прикольные смотрятся. Сейчас давайте сделаем эффект лофт, эффект ржавчины, благородную ржавчину, либо еще состаривание металла это называется. Давайте сейчас попробуем народными средствами. Это уксус, соль и перекись водорода. Я думаю, что прокатит. Для приготовления нашей экспресс-настойки на 1 литр самогона нам потребуется 400 г вишни, 200 г сахара и 100 мл воды. Все настойки по правилам должны настаиваться. Она готовится в течение нескольких недель, а эта настойка будет готова, как только она остынет, буквально через пару часиков. Настойка должна получиться приблизительно 20-25 градусов, но пока ведь не попробуешь, не узнаешь наверняка, получилось или нет. Компот какой-то, но очень вкусно. Ну, честно говоря, вроде бы получилось, хотя давайте в первую очередь попробуем смыть соль, потому что, я так понимаю, самое интересное впереди. Та-дам! Ну что, друзья, что и требовалось доказать. Мы полностью заржавели эту штуку, и мы полностью эту ржавчину смыли. Так что, как-то вот так вот. Ребята, этот способ отлично работает для черного металла, а вот для таких вот полированных блестючек, я не знаю, белый это металл или какой, к сожалению, эта фигня не работает. Поэтому хорошо, что мы купили краску с эффектом ржавчины. Вообще она бронза, но с эффектом ржавчины. Ну, ребята, положа руку на сердце, получилось как бы, ну, так скажем, симпатично, да не очень. Но, ребята, получилось на самом деле очень хорошо, потому что мы тренируемся. У нас есть вот такая вот замечательная зона барбекюшки на нашей даче, на которую грандиозные планы. Когда-нибудь все-таки я здесь сделаю навес, когда-нибудь я здесь сделаю полы, и когда-нибудь вот таким вот хренью, которой мы сегодня занимались, я хочу заставить здесь все. Сделать это подвесной, сделать напольный, сделать еще какой-нибудь. И, понятное дело, то, что, ну, это просто тренировка. Вот этот способ не самый лучший. Будем идти и двигаться дальше, и, может быть, когда-нибудь у нас получится что-то действительно крутое и красивое. Друзья, пришло время заняться нашим шашлыком. Я, конечно, понимаю, что с точки зрения кулинарии вот этот вот лимон, который перебивает весь вкус, вот этот уксус, который сушит мясо, это, конечно, полное фу. Но, ребята, это советский шашлык. Это шашлык со вкусом детства. Все мы были маленькие, и все мы помним вот эту вкуснятину. Поэтому это реально классно и вкусно. Ура! Мне очень нравится цвет, и это вкусно. Прям вообще офигенно. Друзья, посмотрите, какая серость вокруг. Ну, кроме Юльки, конечно. Посмотрите, все такое серое, скучное, прям пиксельное. А время 4 часа. Да, время 4 часа. И, ребята, посмотрите, какая красота у нас в Казани. Прям, ну, я не знаю, все такое летнее, осеннее. Красота вообще супер, а. Ради этого, собственно, и стоит приезжать на дачу, да, чтобы насладиться вот этим вот оппозитивной энергией. Да что ты, черт побери, такое несешь. А Юлька у нас для Инстаграма что-то, походу, наверное, делает. Поэтому, ребята... Постит, постит. Постит, постит. Тоже подписываемся, не скучаем. Постит. Постит. Постит.